Кошкин дом Месси, ВВП, чувствовались легкие нотки Луиса Буниеля и бразильские приливы Терри Гелима. А может быть, совру я вам, и все было отечественной сборки. Итак, мы жили душа в душу, три блюда в глотку. Иногда было тяжело передвигаться, и мы перекатывались, будто огромные перекати-поле, звеня суповыми ложками и громко хохоча. Итак, с нами жили две большие кошки. Их звали Маша и Глаша. Они были сфинксами-лесбиянками. В своем маленьком домике устроили свой личный кошачий остров Лесбос. Порой они нежились, будто ягнята, обвив друг друга хвостами и прильнув друг друга меховыми телами, глубоко мурлыча. И было ощущение домашней саранчи, нежно усевшейся и спрятавшейся между вещей книг, будто в ветерейшей траве на поле. Но однажды наша идиллия закончилась. Маша и Глаша попытались выселить нас из родового гнезда, будто птенцов, уехавших в пансионат Кукушкина поляна по специальной летней путевке. Вот чертовки, подумали мы, насыпали им корма. Они успокоились, повиляли хвостами, улеглись и задумали что-то кошачье. Один раз каждый из нас ушел из дома по своим внезапным делам. Мама уехала страховать статуи от плюща, тетя должна была купить книгу вкусной и здоровой диетой, а я ушел на почту забирать красные сушеные розы от одной старой любовницы. И вот когда мы прибыли домой, наша консьержка Ирина Леопардовна сказала, что теперь хозяева нашей квартиры и наши кошки. И показала нам все бумаги, где было написано, что теперь владельцами квартиры являются Маша и Глаша Кошкины и всякие там нужные и непонятные штампы до печати от загадочно-закадычного нотариуса. Мы были в недоумении, но подозревали, что Леопардовна с нашими кошками заодно, ибо ее отчество говорило о наших догадках. Итак, благодаря их кошачьей хитрости нам пришлось поселиться в подъезде нашего дома и оборудовать там себе что-то вроде огромного гнезда этажом выше, чтобы всегда держать под контролем дверь нашего дома, прямо на лестничной площадке, между лифтом и геранью на окне. Говорят, Маша и Глаша так зажрались, что наняли своей прислугой мышиных людей, кротких и беспрекословных, поэтому они не покидали теперь кошкин дом, а ждали на расписных креслах, когда прислуга, бегающая всегда бесшумной толпой, принесет им кошачьи разносолы, шелковый мешок с кормом и королевское кошачье рагу из разных видов рыбы и мяса. Также поговаривали, что наши кошки, Маша и Глаша, продали всю нашу мебель, утварь и антиквариат, украшавший некогда наш всеобщий уютный дом на блошином мышином рынке, чтобы заставить все полки на кухне и шкафы валерьянковым абсентом, чтобы неспешно распивать его в своих жестоких и цепких коготках, морлыча друг друга в бока перед камином. Но мы этого не можем узнать, а только питаемся слухами, будто дешевой рыбкой. Уважаемый следователь Мышеловкин, я пишу вам это письмо, чтобы рассказать следствию все как было. Я, моя мама и сестра, не птицы. Мы больше не можем жить в большом гнезде, меж лифтом и геранью на окне. Тем более здесь явный акт подтасовки документов. А мы не можем никому доказать правду, а главное попасть к себе домой уже второй месяц. Все наши документы, коварные сфинксы Маши и Глаши уже, возможно, разорвали и сожгли в нашем камине. Тем более правдом Леопардовны и еще два адвоката будут на их кошачьей стороне. Мы просто в отчаянии. И мы просим вас принять меры, чтобы наше существование вновь обрело наш адрес прописки. Нам надоел весь этот бардак и абсурд. Просим выслать немедленно ваших специалистов и усыпить этих чертовых кошек. Пора закрывать этот кошкин дом. С искренним ожиданием. Степан Валерьянкин.